В ответ на заявление Акима города пассажиры и водители объявили в сети о челлендже. Напомню, Кайрат Нукенов, проинспектировав общественный транспорт, категорично сообщил, никаких переполненных автобусов и остановок он не нашел. Спорт спровоцировало изменение интервала движения маршруток. Подробнее в нашем обзоре соцсетей. Похожие заполнили и другие популярные аккаунты. Переполненные маршрутки именно в час пик. Улицы в основном те, где автобусы большого класса не ходят. 3 декабря 2019 год. Город Павлодар. Вот 2.03. То же самое. Люди не влезают. Бурное обсуждение вызвало и само объяснение. Ситуация от Акима Павлодара. Официальная позиция такова. Проблем с переполненным общественным транспортом нет. Ажиотаж якобы используют в корыстных интересах арендодаторы маршрутов. Это по каким маршруткам двигался Аким? С 7 утра до 8.30, пожалуйста, прокатитесь. Мониторили, наверное, с 11. А надо было хотя бы с 7 часов, когда все едут на работу. Они еще не угрожали вам заложенную информацию про переполненные маршрутки и остановки? Всех найдут, всех накажут. Мужчину спасли из пожара полицейские. Стражи порядка патрулировали трассу Павлодар-Нур-Султан, когда заметили возгорание. Пострадавший в тот момент находился в сарае. Какие сотрудники молодцы! Дай Аллах всем здоровья и терпения мужчине, который пережил этот стресс. Между тем, полыхнуло и в другом пригороде Павлодара. Микроавтобус горел вместе с гаражом в Кинжиколе. Видео с места публиковали спасатели на своей странице в Инстаграм. И уже другой челлендж. Наши школьники и учителя запустили его в преддверии Дня независимости Казахстана. Первыми были ученики 25-й школы. Эстафиту передали 19-й школе. В отделе образования предложили принять участие всем жителям региона. Продолжение следует...